Гость сегодняшней программы интервью – глава администрации города Агидели Денис Ирназаров. Родился в 1989 году в Сибае. Окончил Башкирский государственный университет по специальностям национальная экономика и юриспруденция, а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России. После службы в армии с 2013 по 2019 год работал в Министерстве промышленности республики, где курировал вопросы развития лесопромышленной отрасли и легкой промышленности. С сентября 2019 года по март 2023 занимал пост заместителя главы Караидельского района, курировал вопросы предпринимательства, экономики и инвестиций. В апреле 2023 года Дениса Ирназарова назначили главой администрации Агидели. Денис Ильдарович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Насколько нам известно, в Агидели сформировали референциальный режим для бизнеса, и причем он заявлен как уникальный. Мы бы хотели более подробно об этом узнать. Все-таки на какие меры поддержки смогут претендовать представители малого и среднего бизнеса, и какой экономический эффект вы ожидаете в будущем именно для города? Да, на самом деле в городе Агидели в настоящее время создаются уникальные возможности для ведения бизнеса. В первую очередь это снижена налоговая ставка. Нашим курултаймом принят законопроект, согласно которому все предприниматели зарегистрированы на территорию города, вместо 6% получатся 1%. Кроме того, идет полное освобождение налога на имущество и налога на землю. Также предприниматели, которые арендуют государственное и муниципальное имущество на территории города, к ним применяется арендная ставка 1 рубль квадратный метр. Такие уникальные условия для ведения предпринимательской бизнеса на территории республики созданы только в городе Агидели. Для себя мы ставим экономический эффект, все-таки за эти налоговые льготы нам дали на 3 года. Если все-таки будет какой-то положительный эффект, то их будут продлевать. Для себя ставлю КПИ, это увеличение количества предпринимателей зарегистрированных на территории города минимум в 5 раз и увеличение налогооблагаемой базы в 3 раза. Интересно, на сегодня сколько представителей малого и среднего бизнеса работают на территории Агидели? На сегодняшний день это порядка 350 субъектов малосреднего предпринимательства, что если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост порядка 12%. Это в 2,5 раза превышает темпы роста по республике. По каким критериям будете отбирать малосредний бизнес, который сможет претендовать на такие преференции? Нет, это у нас все четко прописано именно в нашем законе. Соответственно, определены те АКВЭДы. И в первую очередь предприниматель должен быть вновь зарегистрирован на территории города с 1 января текущего года, осуществлять деятельность по определенным АКВЭДам. Ну, туда вошло порядка 80 всех существующих АКВЭДов, соответственно. И у него доля в производстве должна быть не менее 70% по данным видам экономической деятельности. Можете перечислить хотя бы несколько? Все обрабатывающие производства туда вошли. То есть любое производство, обработка, начиная от легкой промышленности, кончая химией и переработкой, соответственно, это все у нас включено. Также у нас выпали только сектор услуг, соответственно. Торговля, строительство, промышленность. Все эти АКВЭДы предусмотрены в нашем законе. Какие ниши сегодня еще пустуют в Агиделе, которые, ну, хотелось, вам бы хотелось, чтобы они были заполнены, да? И какие отрасли более развитые? Да, значит, наверное, лучше начать, что у нас представлено. Я мне даже язык не помню сказать, что что-то развито. На самом деле, вот Агидель последние годы, он стагнировал, на самом деле. Поэтому правительством и принимаются те меры поддержки в целях социально-экономического развития города. В настоящее время у нас развита сфера торговли и услуг. Остальной бизнес в Агиделе не представлен практически. Соответственно, все ниши, они являются свободными. И вот, если вы знаете историю города, Агидель создавался как спутник тогда еще строящейся Башкирской атомной электростанции. И у нас есть шикарная промышленная зона. Это более 100 тысяч свободных производственных и складских площадей. И, соответственно, любой желающий может нам зайти, арендовать, соответственно, за 1 рубль квадратный метр и начать свое производство. Все-таки упор мы делаем на производство, на обрабатывающее производство. Кроме того, имеются в достаточном количестве свободные мощности. Это как и по электричеству, по газу, по воде, по теплоснабжению и так далее. Не возникли здесь сложности с логистикой в предприятии? Вот опять встает вопрос. Логистика трудно сесть. Но опять мы сейчас работаем по созданию особой экономической зоны. И как раз республика берет на себя обязательства по строительству сопутствующей инфраструктуры. В том числе при подаче заявки в Минэк России. Там предполагается именно строительство как и железной дороги, так и автомобильной дороги до города Агидель. В целях реализации таких инфраструктурных проектов все вопросы с логистикой, они снимаются автоматически. Денис Ильдарович, насколько нам известно, все-таки программу стимулирования МСП будет финансировать и бюджет республики в объеме 98% по моим данным. Все-таки интересно, какой объем средств предварительно заложили на реализацию программы? Город Агидель является безусловным лидером по предоставлению мер государственной поддержки субъекта малосредней предпринимательства. Наверное, я хочу сказать про прошлый год. В прошлом году были выделены суммы в размере 24 миллиона рублей. Ни один город, ни один район такую сумму не получал. В этом году в связи со сложным бюджетом все-таки сумма была снижена. Из республики нам выделили 13 миллионов рублей, в местном бюджете заложен 1 миллион рублей. 1 миллион рублей. Таким образом, 14 миллионов рублей в этом году будет направлено на поддержку субъектов малой и средней предпринимательства на территории города. Мы говорим о вновь зарегистрированных предприятиях. То есть здесь мы тоже вели долгие консультации как и с Минфином нашим, так и с налоговыми органами. Соответственно, если предприятие просто возьмет, закроет и перерегистрируется у нас, все льготы на него распространяться не будут. Соответственно, идет именно вновь речь о вновь созданных предприятиях. И все-таки мы понимаем, что будет некая выпадающая доля налогов в республике в целом. И поэтому наша задача это привлечение предпринимателей с других регионов, с других субъектов Российской Федерации. Потому что я знаю много примеров даже. Аналогичные меры действуют в Дагестане, действуют в Течне. И у нас многие предприниматели местные, которые осуществляют деятельность в Башкирии, они просто перегислились туда. Наша задача, в первую очередь, вернуть этих предпринимателей к себе в Башкирию, чтобы они платили налоги у нас. И, соответственно, за ними, я думаю, пойдут и другие предприниматели с других субъектов. Вы уже затронули частично тему создания особоэкономической зоны на территории Агидели. Ранее власти Башкортостана анонсировали создание в Агидели именно особоэкономической зоны портового типа к декабрю 2025 года. Насколько нам известно, все-таки в работе вот этой сложились некоторые сложности. Вот расскажите более подробно все-таки, стоит ли ожидать создания вот именно такой специализированной особой зоны? На самом деле, первоначальное поручение председателя правительства Российской Федерации было проработать вопрос создания портовой особоэкономической зоны портового типа. Но когда начали прорабатывать данный момент, и после консультации с Министерством экономического развития Российской Федерации, мы приняли решение, что все-таки пойти по более легкому пути, соответственно, и присоединить нас уже к действующей экономической зоне. Это Алга, соответственно. А именно строительство портовой темы, это обсуждается параллельно. Это будут два разных проекта. Первый – это создание особоэкономической зоны путем присоединения к действующей, соответственно. А второй проект – это восстановление и строительство речного порта. Это два разных проекта. Их решили разъединить. Денис Ильдарович, все-таки интересно, да, присоединение земельных участков, которые в Агидели, к особоэкономической зоне Алга, каков срок, так скажем, выполнения вот этой задачи может быть, да, и что это даст городу? Что это даст городу? Соответственно, в настоящее время утверждена дорожная карта, сетевой график, согласно которому до конца следующего года мы должны подать заявку в Минэк России. Соответственно, в 26-м году мы планируем уже, что выйдет приказ Минэк России о включении этих земельных участков в состав особоэкономической зоны Алга. И в 26-м году уже пойдут первые результаты, первые инвестиции и первые проекты будут начнут реализоваться на территории города Агидель. Что это нам даст? В первую очередь, это создание градообразующего предприятия, создание новых рабочих мест. В настоящее время мы уже начали прорабатывать заявку. У нас в проработке находится 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3,6 миллиарда рублей, в рамках которых планируется создать порядка 1 тысячи рабочих мест. Соответственно, все это даст как и дополнительные налоговые поступления в местный бюджет, так и рабочие места. Потому что в настоящее время на территории города отсутствуют как и средние, так и крупные предприятия. И большинство людей вынуждены ездить по вахтам, либо в другие города, как бы работать. Интересно все-таки, я так понимаю, что включение Агидель в ОС Алга, по сути, откроет дорогу крупным предприятиям и может появиться якорный резидент. Условием, чтобы стать резидентом особой экономической зоны, это объем инвестиций не менее 120 миллионов рублей. То есть, сейчас мы говорим, если мы создавали условия для малого бизнеса, это уже для крупного бизнеса, для производственного. В настоящее время совместно с Министерством промышленной и энергетики нашей, мы прорабатываем как раз вопрос по влечению якорного резидента. Прорабатывается вопрос так и с иностранными компаниями. Пока раскрывать я не могу, пока не будет именно подписано соглашение. Но наша задача именно посадить на нашу особо экономическую зону одного якорного резидента, соответственно, и ряд сопутствующих более мелких производств. Но уже есть потенциальные инвесторы, которые могли бы занять это место? Вот я говорю, что есть 8, которые на сумму 3,6 миллиарда рублей, и с двумя крупными предприятиями мы ведем переговоры. Из каких областей можете обозначить проекты? Проекты, ну я могу рассказать, которые вот с 8, которые мы прорабатываем, там разные проекты, начиная от переработки пластика, также имеется заинтересованность в деревообработке, соответственно. Есть и по станкостроению, то есть там обширный у нас круг. И некоторые из них это иностранные предприятия? Да, есть из наших дружественных стран, в том числе наши партнеры, с которыми мы уже давно ведем переговоры, у них уже имеется опыт взаимодействия с республикой. Я думаю, у нас все получится. Но если они высказывают, так скажем, заинтересованность разместить свое производство на территории Республики Дашкортостан, им в частности в Агиделе, значит они пытаются договориться о каких-то преференциях. Вот что вы сможете им предложить? Нет, если мы говорим про особую экономическую зону, то это уже создается уникальный налоговый режим для наших предприятий. Там, начиная от освобождения налога от НДС, налога на прибыль, на землю, там очень обширный инструментарий мер поддержки. Денис Эльдарович, к сожалению, время программы подходит к концу. Последний вопрос задам. Вот согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения в Агиделе по итогам этого года, 2024 года, составит порядка 14 тысяч человек, а к 2035 году может снизиться до 11 тысяч 360. Вот интересно ваше мнение, все-таки какова вероятность, что они сбудутся? Вероятность, если будет идти теми темпами, которые было ранее, то это прогноз строился на тех темпах. Соответственно, сейчас и правительством Республики Набушкорстан, и нами принимаются все возможные меры, чтобы сломить эту тенденцию. В том числе вопрос создания особой экономической зоны, вопрос создания особого налогового режима для субъектов малосреднего предпринимательства, я думаю, в будущем даст эффект. И, наоборот, население города к 30-му году станет больше. Мы, в свою очередь, пожелаем вам удачи в работе и спасибо за беседование. Спасибо.